Ну и в общем, ребят, мы начинаем минутшую рубрику и... Ай, ребятам, мне повезло, я прям вон там вот сразу же увидел Фотрис, это, конечно, круто. Да, вот такой вот нам даётся стартовый наборчик, и, в принципе, ничего. Знаете, в чём самая худшесть? И почему называется именно адское голодание, а не как-нибудь по-другому? Дело в том, что нам даётся всего... на всё про всё три стейка. Три стейка, поэтому нам лучше не разгоняться, так как бы, особо, и не тратить свои калории. А то калорий здесь на вес не золото. Не знаю, даже на вес звёзд из Незера, если честно. Так что нам нужно здесь быть очень аккуратным с использованием калорий, лишний раз не бегать и не спешить. Потому что куда нам спешить, всё равно с вами очень весело, ребят, так что да. Мы сейчас попробуем... подскажем Колян, чтобы он потише сделал звук в телевизоре, и вернёмся. Так, ребят, мы вошли в саму крепость, и тут нас сразу же встречают долгожданные гости. Ой, там ещё есть скелеты с зачарованными луками, за что такое? Я же только начал. Ах, ребят, это ужас какой-то, да получай ты уже. И сразу... Черепфизор, это чё за фортуна вообще просто творится на этом выживании? Только зашёл, убил... ну, только зашёл, сразу же нашёл, как бы сказать... Вот зачем мне ваши алмазы? Мне нужны нормальные еда, мне нужна. Да, я только зашёл в ад, сразу нашёл крепость. Я только зашёл в крепость и убил первого же визор скелета. И сразу же... прям, понимаете, ребят, сразу же так это мы заберём, потому что сейчас нам дерево, это очень дорогой ресурс. И сразу же мне выпал бедный Йорик. Только зачем мне это? Я не буду крафтить здесь маяков. Ну ладно, вдруг пригодится. Тут нам... нам такая, какой-то тухлый комплект выдался, который нам реально не пригодится в этом выживании. Ну ладно. Вот этих вот скелетов обычный... а, это обычные луки, да ладно. Ладно, ничего страшного. Обычные луки мне бы тоже пригодились, но... У меня есть свой, поэтому я их пока убивать не буду. Да, не знаю, когда я буду уже свои саженцы дуба сажать, но когда-нибудь ещё успею, ладно. И соберём сейчас вот все вот эти вот наросты, потому что если я буду варить зелье, они мне очень пригодятся. А вот у крепости я не планирую возвращаться, потому что моя цель это обсидиан. 10 штук и одна зажигалка. Так, хватит, мне какую-то ерунду подсовывает судьба. Мне нормальные вещи нужны. Под нормальным я оцениваю обсидиан и алмазы, вот. Ну ладно, хотя бы золото. Золото тоже может быть для золотого яблока пригодится, потому что я тут могу выбить яблоко с дуба, как вы знаете. И лучше факела я бы так не тратил, конечно, беспорядочно. Потому что угля здесь... Ребят, я же могу уголь выбить с этих визеров, а палки у меня... Я могу выбить с... Дерево, с дуба, да, точно. Но всё-таки факела нам лучше проставлять поменьше, потому что... Ой-ой-ой-ой. Ой, ребята, здесь лучше не бегать, а то вдруг визер-скелет тут меня найдёт. И будет не очень хорошо, если он меня скинет в лаву. Сразу же проигрывать рубрику с начала, это никому не хочется. Поэтому, да, мы сейчас здесь побегаем, посмотрим, что здесь есть. Если я найду сундуки, то вернёмся к вам. Так, ребят, я вон там вот в конце увидел сундучок, и поэтому нам надо будет к нему подойти, так сказать, и узнать, нет ли там каких-нибудь визеров. Ну, в принципе, не страшно, если будет визер. Я знаю, как убивать, да, никаких визеров нету. И опять какая-то фигня в сундуках. Эх, зачем мне конская броня? Её можно прям на месте выкинуть. Да, вот это я и сделаю. Зачем мне она? Да, я не буду, я вообще не знаю, увижу ли я коней ещё в своей жизни. Поэтому это мы выкинем. Смело выкинем прям. Я не пойму, почему самый главный лут здесь, это вот эти вот самые, да. Как это называется, уже забыл. Конские брони. Не думаю, что здесь есть ещё сундуки, но всё-таки, да, железо-то отлично. Уже, считаю, у меня есть огниво, потому что я могу гравик где угодно добыть. О, у меня есть огниво, ребят, да, это отлично, это отлично. Мне остаётся только найти 10 обсидиана. Я не нашёл ещё ни одного. Хорошо, мы ещё будем искать и найдём его. Обязательно. И да, мы сейчас, наверное, съедим один стейк, всё-таки. Потом уже будем питаться обычными такими вот гнилыми плотями, которые я буду выбивать со свинозомби. Не знаю, сейчас мы ещё чуть-чуть поищем и вернёмся к вам. Короче говоря, ребят, я обыскал весь стронглд, ой, фо-трис. Но не нашёл там ни одной полезной штучки, которая бы мне не пригодилась. Так сказать, да. Постой, их же можно плавить, да, точно, как я забыл. Только на чём плавить, если тут нет угля. Ладно, будем плавить на дереве, по-другому никак. И также у меня... А, уголь можно выбить с визор скелетов, но я уже ушёл с того места, не выбив ни одного угля. И, я не знаю, у меня остался только один последний стейк. Я уже голодный. И, как бы, ладно, давайте мы этот последний стейк съедим и уже потом будем экономить наш голод. Потому что всё-таки называется адское голодание рубрика. И поэтому здесь не так-то уж и просто будут добыть еду. Дело в том, что всегда, когда вы ходите в Незер, вы берёте кучу-кучу еды. А я в этой рубрике, она и нацелена на то, что я никакой еды не беру. Ладно, здесь мы, наверное, передохнём где-нибудь, посадим деревья и уже, скажем, свою базу какую-нибудь построим. Да, и уже пойдём дальше в путешествие, чтобы находить футрисы. Да, сейчас мы их сейчас поставим здесь деревья где-нибудь в свободном месте. Скажем, вот здесь вот. Мне кажется, этого будет достаточно для деревьев. Вот так, вот так, вот так. И потом уже подождём, когда они все вырастут, и будем развиваться, скажем так. Я с крафтем себе нужны ресурсы. Может быть, ну, короче говоря, дерево нам очень пригодится. И не пойму, зачем мне ада. Дёрн мне всё равно по-любому нужен, если... Так, там крепость... Нет, там не крепость. Жалко. Надо будет ещё крепости искать, потому что у меня слишком мало... Ноль, точнее, обсидианы. Этого мне недостаточно. Да, пускай так и будет. И, короче говоря, сейчас я, наверное, подожду, пока все эти деревья вырастут, и уже начну развиваться. Короче говоря, мои деревья подросли. У меня также есть кость для костной муки. Может, её тоже использую. И сейчас я их срублю. Они как-то очень быстро все одновременно растут. Ну, ладно. И мы сейчас также заберём дёрн. Наверное, уже будем валить с этого места. Так, ребят, я тут построил небольшую такую защитку для... Того, чтобы меня не поймали свинозомби. И теперь стрельнем по кому-нибудь из них. Потому что я голодный. Но сами виноваты то, что единственные источники мяса в этом Незере. Так что... Опа. Попал. Теперь прячемся в нашу базу, потому что... Ух ты, я так и знал, что они со всех сторон побегут, если я одного ударю. Так что давай их пьём. Если, конечно, надо следить за гастами, то что... Если вдруг гаст какой-нибудь там захочет меня встрельнуть, то я уже труп точно. Сто процентный труп. Поэтому лучше с гастами тут, короче говоря, не играться. Если визишь гаста, то сразу валить. Да. Потому что свинозомби они медленные. В два раза медленнее. И они за мной не угонятся. Но если я буду голодный, то, конечно, они меня догонят. И за всё хорошее и плохое мне точно отомстят. Так что да. Что у меня тут есть? У меня ерунда какая-то. Скажем, этот череп визера мне никогда не пригодится в жизни, в этом выживании. И этот золотой меч. Мне больше важнее золотые самородки. И, конечно же, еда. В виде гнилой плоти. Где она? Вот она, вот она. Единственный источник питания в этом... В этом хардкоре, я бы даже это назвал, не выживание. Потому что без еды в Незер это только камикадзе делают. Но я камикадзе. Потому что я прохожу эту карту ради вас, ребят. Ладно. Сейчас мы найдём новую крепость, наверное, и к вам вернёмся. Ребята. Короче говоря, я прошёл блоков 500, наверное. И смотрите, что я нашёл. Это вторая крепость уже за моё выживание. Надеюсь, это не та же самая крепость, а то я знаю себе. И, да, это не та же самая, потому что здесь нет факелов. Там я везде представил факела. И тут как бы да. Мы сейчас, наверное, просмотрим эту крепость. И уже, как сказать-то, закончим эту серию. Потому что мы здесь так уже много чего сделали. Немножечко, так сказать, развились. И как бы да. Надо быть осторожным. Тут высота такая жуткая. И гнилой плоти у меня мало. Надо бы её ещё потом пофармить когда-нибудь, когда я буду встречаться со свинозомби. И, да, лучше не падать. Потому что я потеряю кучу хп. А если я про... Если... Фух, тут никого не было, это хорошо. Да. Здесь я точно ещё не был, потому что, смотрите, тут какие-то топовые ресурсы. Мы это, конечно же, возьмём. Всё это, потому что алмазы. Это круто, ребят. И вон там вот есть, я вижу в конце туннеля ещё один сундук. Надеюсь, этот поход в конец туннеля не будет для меня последним. Ну, конечно, да. Потому что тут повсюду эти визор-скелеты. Тут тоже какая-то ерунда, если честно. Да, этого даже подбирать не буду. И потом мы сейчас посмотрим, что здесь есть ещё в этой крепости. Вроде бы ничего особенного нету, да. Пойдём дальше. Вдруг там ещё что-нибудь найдём. Ух ты, этот скелет какой. Смотри, вы видели, какой он дерзкий вообще, этот скелет. Да. Ой. Свино-зомби, ликвидируй его, давай. Молодцы, ребят. Да, наши люди. Как они быстро с ними расправились, так и надо этому скелетону. Вон там ещё один. Давай, его тоже убейте. Да. Люблю натравлить мобов друг на друга. Но не люблю, когда мобы вот так вот, так вот тупят. Короче говоря, круто мы... А чё свино-зомби меня бьют? Я им чё сделал? Я им чё сделал? Реально, фух, ребят, я сейчас помру. Так, оставлю. Фух, ребят, одним словом я выжил. Это было ужасно просто. Я чуть не умер. Вы это видели, там скелет был. И эти свино-зомби почему-то начали бить меня. Вообще не понял, чё я им сделал. И поэтому я решил сделать апгрейд. Сейчас мы, скажем, возьмём алмазы и скрафтим себе уже алмазный меч. Чтоб точно быть грозой этого мира. Да. Сейчас мы, скажем, выкинем седло. Потому что оно мне точно не пригодится в этом выживании. Я не буду разводить коней. И я в этом уже уверен. И сейчас мы пойдём, посмотрим, что здесь ещё интересного есть в этом стронгалде. Да, вижу скелет, но это неинтересно. Получай, получай. Есть. Я убил его, да. Молодец мой алмазный меч. Уже мне нравится. И сейчас мы подберём кости, скажем, вот таким вот образом. Это пошло вон. Мне слишком много адского нароста не надо. Мне этого хватит. И сейчас мы ещё посмотрим, что здесь есть. И уже будем закругля... Заквадрачиваться, ребят. Заквадрачиваться. Эта гнилая плоть вообще, если честно, не очень сытная. Да я бы сказал, вообще она не сытная. Ни капельки. Но всё же у меня нет другого выбора. Придётся есть именно её. И я когда-нибудь в жизни найду обсидиан в этих несчастных лабиринтах. Потому что без обсидиана я не смогу закончить этот хардкор. По-другому его не назвать. И, короче говоря, рубрика будет длиться бесконечно. Пока я просто-напросто не умру. А вы же меня знаете. Я это умею. И поэтому надо быть очень аккуратным. Тут повсюду визор скелета. Уже слышно их шелестание костей. И тут опять же-таки нету обсидиана. Обсидиана. Жалко-то. Где я его наконец-то найду? Фотор Стронголд. Неважно, Колян. Фотор Стронголд. Какая разница? Всё равно переводится одинаково. Цитадель. Ой, крепость. Стронголд это сильная держава. А Футрис это прям точно крепость переводится. Как-то так. Фисерскелл с участками. Мне уже жутко саму не по себе здесь бегать. Ну и ладно. Наверное, мы будем заквадрачиваться уже с этим видосом. Потому что мы и так уже много чего сделали. Правда, не нашли ещё ни одного обсидиана. Вон там вот посмотрю. Там тоже... Ладно. И опять нет обсидиана. Да что такое? Тут даже такой лут, что я подбирать не буду. Да. Ужасный лут, если честно. Пошли. Посмотрим, что тут есть ещё. Покажем этому чуваку, кто здесь хозяин. Это было очень просто, если честно. И так, сына зомби его лучше не трогать. Хотя... Потрогаем. Мы сейчас вас... Там ещё и сполох. Ха, ребята. У меня есть арбалет. Сейчас мы... Опа. И где он? Вот трус. Он увидел, что у меня есть арбалет. И вообще слинял непонятно куда. Я его даже не вижу. Пропал бесследно. И задеспавнился будто... Ладно. Наверное, на этом мы будем заканчивать наше видео. Потому что мы уже много чего достигли. Правда, не добыли ещё ни одного обсидиана. Но всё же и так всё очень хорошо. И ладно. Спасибо за внимание. И всем пока.